доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику наших торговых идей это чтобы быть в курсе всего контента который мы добавляем на наш канал это и технический анализ и фундаментальный контент который призван помочь вам в принятии инвестиционных решений друзья не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки к тем видео которое вы просматриваете большие пальцы это плевое дело и если какой-то вопрос вас очень интересует в плане аналитики адресуйте его а тому спикеру чье мнение вам интересно если это касается моих брифингов то в специальной секции комментариев пишите с удовольствием отвечу начнем сегодня с рынка нефти ну в принципе как начнем так и закончим потому что на рынке нефти сохраняется восстановительная динамика при этом если бы мы поставили сейчас задачу разобраться чем связан этот рост то конечно же можно было бы сейчас оправдать восстановительную динамику самим фактом повышения спроса за счет смягчения мир карантина снижения предложения благодаря усилиям ключевых стран нефтедобывающих регионов взявших на себя обязательства о формате нового энергетического пакта обязательства по снижению недобычи на 9 и 7 миллиона но важно подметить что нефть растет даже на негативе и довольно серьезном на риски и угрозе начала холодной войны между китаем и сша то есть это фон который сейчас способствует спросу на защитные активы то что золото сегодня у нас растет и остается на высоких уровнях доказывает тот факт что на рынке сохраняются панические настроения трейдеры готовы при ухудшении новостного фона собственно закидывать больше капитала в защиту и сидеть там пока ситуация не разрешится то есть в отношении нефти угроза которая стала причиной повышенного спроса на и защитные инструменты нефти использовала каким-то образом чудесным эту угрозу этот негатив для того чтобы упрочить также и свои позиции как рискового инструмента друзья я жду на более оптимальных точек входа я уверен то что не дадут нефти бренду wti вот так вот без каких-либо препятствий без каких-либо сопротивлений обновляются новые и новые локальные максимумы и полагаю что если коррекция начнется то она будет внушительней американский доллар 99 62 рост напряженности как я уже отметил в отношениях сша и китая это главный фактор который сейчас сохраняет довольно неплохие позиции за долларом напомню что минувшие выходные в гонконге снова начались протесты которые стали ответом населения на законопроект у нас безопасности которые по мнению многих подрывает независимости автономию этого региона штаты тут же высказали свою позицию что если этот законопроект обретет статус закона то в отношении пекина а вступит в силу новые экономические санкции китай также начала отвечать министр иностранных дел сообщил о том что не следует сша сувать нос собственно чужую тарелку и лезть в дела иностранного государства то есть несмотря на критику а со стороны штатов со стороны трампа китай не намерен менять свою позицию по гонконгу друзья я напоминаю еще про то что мы очень много с вами говорили про факты торговой войны помните что на прошлой неделе сенат сша внес законопроект который предусматривает в отношении тех китайских компаний которые не смогут доказать свою независимость от правительства законопроект который собственно лишает их доступа к американским фондовым площадкам и я думаю что это только начало это все следствие того что трамп начинает по мере приближения президентских выборов усиливать анти китайскую риторику и снова превозносит сша очень нравится эта тема и такая борьба двух ведущих экономика где штаты подаются как страна которая выигрывает эту борьбу очень нравится эта тема трамповскому электорату поэтому он безусловно будет использовать ее вновь и вновь для того чтобы повысить свои репутационные очки а для нас друзья это фонд который сохраняет на рынке волатильность сохраняет интерес к защите давайте будем в данном случае плыть по течению и следовать и покупкам и нашим идеям индекса доллара и собственно золото кстати говоря золотой актив 1734 доллара за трость концу я допускаю что 1750 это цель вообще на ближайшие дни доллар иена у нас также сохраняется длинные позиции 107 83 сейчас котировки цель 108 50 потом возможно поищем уровни с которых можно будет продать даже до цели возвращения пары в район 105 но это уже будет а потом евро против доллара 109 16 вчерашний новостной фон это темп экономического роста германии минимальное значение за 10 лет эта оценка за 1 квартал минус 2 2 процента во втором квартале будет ситуация еще хуже чуть приободрили инвесторов данные по ифа бизнес оптимизм оказался лучше 74 и 2 что мы наблюдали в марте в апреле показатель вырос до 79 и 5 но друзья это лишь локальный один из релизов тенденции пока что еще нет думаю что втором квартале ситуация основу укажет нам на массу проблем опять же и касательно оценки бизнеса экономических перспектив потому что на второй квартал как я уже не раз говорил экономические херосты и спад показателя ввп будет куда более значительный чем в первом квартале непонятно еще как будто обстоят дела с франко-германским фондом о помощи потому что сейчас со стороны стран жесткая бюджетная дисциплина очень много критики в адрес этого фонда непонятно в каком формате эта помощь будет осуществляться кредиты или гранты завтрашний день очень важен потому что еврокомиссия должна дать окончательную оценку видение того как средства фонда должны будут расходоваться и окончательно будет согласован именно лимит этой программы я думаю что если друзья анонсируют какие-то изменения это для евро станет негативным фактором поэтому пока что мы держимся в коридоре 1 10 1 0 8 но все-таки считаю что шансов вернуться к отметке 1 0 8 куда больше фунт против доллара 1 22 15 держим короткую позицию распродажи фунта должны основываться на ожиданиях фактически через неделю снижение ставки на отрицательную территорию все 9 голосующих членов банк англии через отдельные опросы и вопросы на разных конференциях дали понять что они поддержат такую позицию мы ждем фактически самого само это решение еще и увеличение программы количественного смягчения и соответственно ожидаем по паре фунт доллар цель на отметке 1 20 доллар канадец 1 39 39 полос на вчерашней конференции подтвердил что экономика нуждается в новых мерах экономического стимулирования есть риски дефляции друзья если бы не нефть то на такой риторики мы давно были бы уже на уровне 1 42 давайте ждать восходящей тенденции по паре доллар канадец астралийского тех доллара все то же самое целью нас в районе 0 63 и ни в коем случае не думаем даже выйти из коротких позиций на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания